Включай. Отлично. Все пошло-пошла запись. Да. Значит, еще раз. Трактат лица. Он назван так по первому своему слову. Сейчас мы его увидим глазами. Не трактат про яйца. Специфически это трактат про законы праздника. Он еще иногда называется Йомтов. Законы праздничного дня, чтобы быть совсем точным. И как я написал там в какой-то там преамбуле на сайте, что он в основном посвящен еде. Довольно много мест в нем удивлено еде, приготовлению пищи, от зарезания этих самых животных бедных до готового продукта. Почему? Потому что законы праздничного дня, они примерно такие, как законы субботы. А все законы субботы уже обсудили вот в таком толстенном трактате под названием Шаббат. И еще в дополнение к ним трактат под названием Эрубин. Это там листов 200 уже как бы посвящено этим законам. Поэтому мы их обсуждать не будем. А будем обсуждать то, чем праздничный день отличается от субботы. Отличается он именно тем, что в субботу запрещено готовить пищу, а праздничный день разрешено. Вот, собственно, и все. И вот этому, значит, этой незатейливой хохме будет посвящено у нас 4 главы. Нет, даже 5 глав. Это что касается самого трактата. Сейчас мы начнем. Технические и методические вопросы. Значит, во-первых, как я уже говорил, все были на том занятии, когда я спрашиваю на миссии. Как я уже говорил, могу повторить каждое занятие. Все вопросы, которые возникают, надо задавать ровно в тот момент, когда они возникают. Не в конце урока, не в специально выделенном для этого времени. Значит, ровно в тот момент, когда они возникают. Почему? Потому что это наш рабочий материал. Собственно, урок будет строиться, урок со всех больших букв, будет строиться, собственно, из ваших вопросов и ваших же ответов на них. Я тут работать вообще не буду. Да, ну, немножко можно. А что я буду делать? Я буду, поскольку, опять же, большинство людей начинающие, то тем, кто не начинающий, в некоторых местах будет немножко скучновато, потому что придется объяснять некоторые вещи. Талмудический текст выстроен из каких-то кусочков, из разного размера кусков. Вот есть кусок, который называется трактат. Большой кусок. Этот трактат разделен на главы. Это прокин. Главы кусочков поменьше. В каждой главе есть отдельный мечтный овец, которым лепится талмудический текст. Это еще более мелкие кусочки. Так вот, основным кусочком, в талмудическом тексте, были субья. То есть, некоторое завершенное обсуждение некоторого частного, иногда очень частного вопроса. История с пояснениями, может быть. Сама субья тоже строится из некоторых своего рода кусочков. Я привык называть это операторами. Талмуд мыслит примерно, как я себе понимаю, я не программист. Но как я не программист, представляю себе компьютерные языки. А там есть такой набор довольно стандартных словосочетаний или буквосочетаний, которые работают некоторыми каким-то таким триггерами в нашем сознании, что мы должны понимать, что сейчас будет вот что. Или сейчас произошло вот что. Этих операторов много. Сотни. Их нужно по ходу... То есть, тот, кто учил талмуд достаточно долго, их просто опознает и понимает сразу же. А тот, кто никогда не учил, откуда бы мыслать. Поэтому мы будем останавливаться. И каждый раз, когда мы будем интеллектацию, такой распространенный в талмудеоператор, мы будем его прорабатывать. Понимать, что он, к чему он, как он работает. И он так будет работать во всех других обстоятельствах тоже. Это мы выиграем. Как только мы уже поймем, как он работает, мы дальше будем уже знать, как он работает. В следующий раз наши гады. Далее. Это что касается методологического вопроса. Теперь, опять же, для тех, кто был, для тех, кто не был на том предварительном занятии, поясню. Я, как можно понять, человек не вполне соблюдающий. Или даже совсем не соблюдающий. Я очень люблю талмуд. И, собственно, поэтому им и занимаюсь. Я не буду вас учить, как надо относиться к талмуду, или к жизни, или к чему-нибудь еще. Это не мое вообще. Я буду шутить, я буду рассказывать какие-то вещи. Ну, вот учить я никого не буду. Ничего. Ну, в смысле, кроме там смысла операторов талмуда. Сами решайте, что с этим всем делать. Вот мы выучим какой-то материал, мы поймем какие-то вещи. Я надеюсь, что мы поймем какие-то вещи. Мы постараемся понять про каждую субью, про каждый кирпичик, из которого талмудический текст строится. Мы, по крайней мере, на этом уровне, я очень хочу, чтобы мы каждую субью поняли, о чем она. Про что здесь говорится. Не только что именно здесь сказано. Ну, и зачем они нам это продают. Что они, собственно говоря, нам продают. А дальше сами думайте, что с этим делать. Хотите, забудьте. Всегда. Какая-то, как у вас в своей жизни ходится. Чего хотите. Вот. Теперь еще. Еще одна приамба была, наверное, мы более-менее не начнем. Я, когда... Особенно это важно для тех, кто был на предварительном занятии. На предварительном занятии мы взяли такую яркую, красочную, замечательную, такую религиозную субью. Их мало стало было, по-красам. Вот таких вот прямо... Что вот тебе вот прямо про религию говорят. Толмуд – книга светская. Вот. И говорить будут местами о, казалось бы, скучных вещах. Ну, таких всяких технических подробностях, того, как... Они будут долго спорить, долго им иногда может показаться, что занудно спорить о каких-то там всяких малозначительных подробностях. В конце будет получаться красота. Я надеюсь, что мы увидим ее все. Я ее вижу, и я очень надеюсь, что у меня ее показается. Но в первой неделе нам, и особенно тем, кто не привык, поэтому придется нелегко. Почему? Потому что я не знаю исключения. Все трактаты, которые мне приходилось видеть, начинаются с такого длинного методологического обсуждения. длинного, а про... Ну, сейчас посмотрим, про что. Про то, как это вообще все устроено на уровне даже не конкретного, так сказать, закона, а на уровне того, как мы эти законы обсуждаем и воспринимаем. Все трактаты начинаются с такого обсуждения. Сделать тут ничего нельзя. Это надо пройти. Это будет потом ужасно полезно нам всем. Но в какой-то момент может стать тяжело. Сразу предупреждаю. Вот. И, собственно, на этом мы, я думаю, на эти торжественные ноции мы попробуем начать. Да, значит... Да, я говорил про кирпичики. Кирпичики — это, так сказать, вертикальная структура. Или, наоборот, горизонтальная. Ну, в общем, какая-то. Одна из структур — это вот про эти кирпичики. А другая структура хронологическая. Талмуд как целая состоит из двух больших хронологических пластов. Мишна, которая формировалась ранними мудрецами сравнительно. То есть, примерно до начала третьего века, так сказать, нашей эры. Когда эта мишна была докончена, квалифицирована и, так сказать, подвержена редакции. И геммара, которая писалась позже в двух разных странах, писалась, так сказать, наговаривалась. И завершение, которое датируется где-то около пятисотого. И мы имеем в виду сейчас вавилонский век. Пятисотого примерно века. Но там есть... Года, да. Нет, века не бывает. Пятисотого примерно года. Плюс-минус там. Обычно, как и в нашем случае, обсуждение начинается так. Приводится мишна. Первая мишна этого трактата в данном случае. Дальше обсуждение ее в геммаре. Сейчас. Примерно это. Мишна обычно написана на иврите. Так что мы уже... Она попонятнее будет. Обсуждение в геммаре, частью на иврите, частью по-арамейски. Но в любом случае, все это будет переводиться на русский. Язык мною. Окей? Поехали. Поехали, начнем. Итак, что же там про яйца-то? Бейца. Шенолдабы йомтув. Бейца маэм рим тахэ, убедили лео мрим ло тахэ. Вот представим себе, что курица снесла яйцо. Курица же не прикажешь, да? И не скажешь субботу сегодня или там праздник. Она существует бессмысленно и не понимает. Несется как в праздник, так и в непраздник. А нас, видимо, не еврейка. Ну, так или иначе, она человек безответственный. Вот она снесла яйцо в праздник. А нам очень хочется яичницу. Прямо в праздник. Завтра уже никакой проблемы не будет. Завтра праздник кончится. Мы сделаем яичницу, все будет нормально. А вот вопрос, можно ли мы сделать яичницу прямо сегодня. И тут есть разногласия. Есть две большие школы, древние. Две большие древние школы, на которых, собственно, все когда-то, когда-то стоят. Вот как он дальше развелался. Бейт Шамай и Бейт Шамай, Бейт Шамай, Бейт Шамай, Бейт Шамай, Бейт Шамай, это их школы, их ученики и приверженности. Так вот, одна из школы, Бейт Шамай, говорит, яйцо может быть съедено. Бейт Шамай говорит. Еще раз, курица нарушить ничего не может по определению. Она не человек, не еврей и существо безответствия. Оно не, оно не, сейчас, 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 сейчас будет, сейчас, ладно, я, я почему говорю, что я работать не буду, потому что вы сейчас сами все изменяете. Вот, правильно, правильно, ответственный вопрос. Курица ничего не нарушила. У нас есть яйцо. Вопрос, можем мы съесть яйцо? Мы же, мы же уже не курица, а яйцо вот оно. Почему возник вопрос? Почему возник вопрос? Сейчас это будет обсуждаться в Геморре, я так в общем, в общих, как бы, хвалей. Потому что этого яйца не существовало в тот момент, когда начинался праздник. Его не было. Мы о нем ничего не знали. Мы не могли его, как бы, технически это устроено примерно так. Когда перед началом праздника мы откладываем некоторое, некоторое количество вещей, с которыми, не только продукты, кстати, про простые, там все остальное, там вопрос. Это сейчас будет обсуждаться. Но, но, в принципе, так, в идеале мы в субботу и празднике пользуемся теми вещами, которые мы отложили для этого использования. А не другими вещами. Это называется мутц. Вот. Это яйцо у нас не было средств отложить. Потому что мы не знали, что оно будет. Положить могу. Ну, я не знаю. Я так, я бы, я бы не взялся, вот, посмотрев на курицу, сказать, что вот она завтра снесется. Я, честно говоря, в сейскохозяйстве вообще никак, но, как бы, но, но я, я не знаю, я не знаю, можно ли мы. Но, тем не важно. Его нет. Его нет, его не существует. Нет у этого яйца. Поэтому мы не знаем, да, на момент наступления праздника, Опа, вот я сделал ровно то, что мне было не надо. Та самая, на момент наступления праздника яйца нет. Мы его не можем отложить. И дальше вопрос, а и чего? Ведь мы этим можем пренебречь. Прекрасно. Отлично. Отлично. Я не хотел в это влезать, потому что они влезут в это сами. Но, 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 в принципе, в принципе, ответ да. Бет-Шамай обычно идет по более строгому, по более строгому пути. Ведь елея обычно разрешает то, что Бет-Шамай запрещает. Здесь у нас, мы видим, что наоборот. И это класс. В законах праздника Бет-Шамай предпочитают устроить праздник повкуснее, грубо говоря. Что такое радость праздника? Радость праздника – это выпить, закусить. Вот так, по большому расчету. Так вот, Бет-Шамай считают, что мы можем больше разрешить ради того, чтобы нам было приятнее, веселее. Поэтому Бет-Шамай в законах праздника легче, чем Бет-Шамай. Как правило. Нет, нет, еще раз, еще раз. Еще раз. Еще раз. Работу по приготовлению яйца мы можем осуществить. Если у нас было яйцо в холодильнике до праздника, отлично. Простите, скажите, как вас зовут. Я все равно забуду. Я все равно забуду. Скажите, как вас зовут, пожалуйста. Ира. Ира. Так вот, нет, Алин, так в том числе, если бы такое правило было, то они бы оба сказали, нельзя есть. С Шаббатом понятно. Мы сейчас в празднике. Мы сейчас в празднике. В том-то и дело, что набор правил есть, но, к сожалению, не один. А несколько конкурирующих. И сейчас мы будем это обсуждать, ровно это. Потому что и в Шаббат у нас там все тоже непросто. Там есть Раби Шимон, который муксу в упор не видит. Все это правило муксу просто не знает, дается, что... Вот. Есть, собственно, в Шаббат есть три, как бы, заметные мнения. Раби, 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 Шимон. Которые, каждый выбирает более-менее, там, Раби Иуда выбирает самую жесткую или не Раби Шимон, самую, наоборот, упрощенную Раби, без посреди. Так вот, проблема не в том, что нет набора правил. Проблема в том, что их слишком много. И вот теперь мы должны решить, а как нам, собственно, быть с этим. Так вот. Одна школа считает, Де Чамай говорит, яйцо может быть съедено. Ну и, соответственно, если может быть съедено, то и приготовлено тоже. Бет-Илель говорит, нет, нет, не ездить. Почему сейчас будет обсуждаться в Гемае? И дальше еще, раз уж мы упомянули вот про Бет-Шамай Бет-Илели, что там всякое-всякое на вороте. Бет-Шамай умрим с ор бакезайт, в хамец бакекутевит. Бет-Илель умрим зевы зе бакезайт. Так, это уже законные Песоха. Они сюда пришли худым знакомством. Просто потому, что мы уже говорили о разногласии Бет-Илели-Бет-Шамай. Они тут по этому поводу и приведены. Теперь, что и что все это значит? Это значит, что закваска с ор – это переквашенное тесто, которое используется как закваска для другого теста. Понятно, что и с ор, и хамец. Хамец – это просто заквашенное тесто. С ор и хамец в тестах запрещены полностью. Вопрос, с какого размера мы будем считать, что эта штука вообще есть. Это то, что называется шиурин. Их масса, они в самых разных вещах. Будет шиур времени, будет шиур там самого-самого-разного всего. Шиур определяет то, с какого момента, размера, времени, протяженности, неважно чего, объема, мы будем видеть эту вещь. А до какого не будем ее считать вообще существующей. Так вот, значит так. С орбек из айт, хамец бек и кутевит. Эта закваска считается существующей, когда ее целлют. Ну, давайте мы, я сейчас подробные, подробности шиуры, углубляться не буду, прежде всего, потому что это даже не наша тема. Да, считается, что тогда оливки были большие, крупнее, чем сейчас. Но представьте себе крупную оливку, вот это вот шиур бек и козаи. Еще раз, по худым знакомствам. Раз у нас есть разногласия бек и козаи, мы приводим еще одно разногласие о бек и козаи, где, кстати, также бек и козаи будет облегчать, а бек и козаи устражать. Котевит это больше, чем газаи, это большой хиник такой сушеный. Значит, закваска запрещена, вот, вот примерно столько, да, примерно 2 зайта, 2-3 зайта, не помню сейчас точно с чего, где-то даже написано. Нет, значит, закваска запрещена в количестве соливку, а, собственно, само квасное тесто в количестве сфи, с точки зрения бед-шамай. С точки зрения бед-шамай, с точки зрения бед-шамай, и то, и другое бек и козаи, и то, и другое должно быть не больше, чем с оливку. Да, с оливку, это уже плохо, это уже нарушение закона Песаха. Ну, и это относится ко всему, ее нельзя есть, владеть им, иметь в доме, ну, короче, вот, все, да, вот, нельзя. Законы Песах в этом смысле очень строгие. Прости, пожалуйста. Котевит. Котевит. Да. Да, да, это он. Нет. Ну, это, как бы, а кто у нас эти сушеные? У них же сушеные финики были основой экономики, на самом деле. Этих фиников у них сушилось, а плоская крыша, у них полкрыши были заняты под финики, а полкрыши под гранжир, и вот так и жили. Да, исследователь не подлежит никаким законам. Есть вопрос в чате, если ты не видел. Нет, не видел. Просеивать муку у Господа. Прочитать, либо ты видишь? Прочитать, либо ты видишь? Я не уверен, что я его вижу целиком, сейчас я посмотрю. Хорошо, я тебе пока прочитаю. Яков, в праздник, как и в шаббат, запрещено створаживать молоко, избивать масло, молоть кофе, даже при помощи ручной мельницы. Просеивать муку, ловить рыбу каким-то неблым способом, украшать мучные изделия, а-та-та, изображение птиц рыбы, или делать надпись, а также колоде бросать, чтобы растопить ими печку. Да, насколько мне известно, все это правда. Но это сейчас к нам не имеет никакого отношения, потому что мы в нашем... Мы же сейчас не в шаббате, а в празднике, а в праздник большинство этого будет как раз разрешено. Ну, по крайней мере, многое из этого. Хорошо, поехали дальше. Окей, теперь мы обратно возвращаемся обратно в законы праздника. Ашухэд хаяв ов бьемтув, бэчамай умрим, яхфор бэдэкер вэй хасэ, бэйделэй умрим, лоэшхотэлэм кэн гаяло, афар муханны бодьём. Значит так, тут такое дело. Когда мы режем домашнюю скотину, корову там или овцу, нам ничего для этого не надо. Мы просто сцеживаем её в кровь, кровь надо сцелить, сцеживаем её в кровь на пол, и всё, вот я поедил. А вот когда мы забиваем дикое кошерное животное, подчеркиваю, не волка какого-то, а скажем оленя, условно дикого. Или там домашнего лося, неважно. Несколько степеней его домашнего, это нам не важно. Важно, что они не принадлежат к тому, что называется БМА, скотина-скотина в элакическом смысле. То есть они не являются козой, коровой или овцой, а при этом съедобный зверь. Говорят, жираф тоже кошерит. По какому-то признаку, только непонятно где. У неё шея больно длинная. Короче, вот представим себе о домашнего лося. Замечательное парнокопытное животное. Говорят, вкусное. Сам не пробовал. Мы хотим его отлично подпалатомиться в ёмку в лосятины. Для того, чтобы добыть лосятины из лося. Нужно лося забить. С дикими животными и птицей. Птицей любой. Нам недостаточно просто сцедить кровь. Нам надо её засыпать землю. И Бет-Шамай говорит, ну, как обычно, режем этого лося, сцеживаем кровь, берём лопаточку и лопаточкой засыпаем. Это всё дело землю. Всё, чё, по-моему, какие проблемы. Бет-Шамай говорит, нет, так нельзя. Так нельзя. Потому что получается, что ты... Насколько я понимаю, разногласия примерно такие. Бет-Шамай тянут в сторону... Мы хотим покушать вкуснее, и неважно, что мы для этого будем делать. А Бет-Шамай тянут в сторону... Мы всё-таки хотим, чтобы праздник отличался от будней. И ради этого готовы немножко порежаться с едой. Так вот, Бет-Шамай говорит, если у тебя нету кучи... Кучи готовой земли, то лося не режь. Придумно до праздника, не боудёмно. Доготовленный специальный, а не специальный, это уже как раз не так важно. Важно, что она есть. Бет-Шамай тянут в волоках такая, копать нельзя или... Копать. Я думаю, что там нет... Нет, ты понимаешь, все эти вещи, я думаю, нам следует понимать. Сейчас мы посмотрим обсуждение, но мне кажется, априорно следует понимать это именно так, как я сказал. Что они не видят в этом нарушение заповедей. А я не уверен. А почему ты так считаешь? Из чего следует то, что ты сейчас сказал? Что значит, почему нельзя? Есть масса вещей, которые нельзя... И которые никакой заповедь не нарушают. Заповедь это молока. И в некоторых ситуациях они разрешены не делать. Например, в храме их было разрешено делать. Нет, а те нет. В этом-то и различие. Бет-Дилель хочет ввести такану. Он не говорит, что мы сейчас нарушим праздник, законный праздник, если мы сейчас покопаем лопаткой. Я так это вижу, по крайней мере. Посмотрим, может быть, в обсуждении у нас поверишь это другое. Но пока я вижу ровно это. Они спорят не относительно того, что нарушает Туру, а что не нарушает Туру. Они говорят, нет, я бы в праздник хотел лося. И меня не волнует ли лопаты я там копаю потом или не лопатку. Закрыть кровь надо. Вот это заповедь Туру. Тут выкрутиться нельзя. А забить лося и не закрыть его землю я не могу. Так вот, Бет-Шамай говорит, хочу лося. А Бет-Дилель говорит, не хочу копать. Понимаешь? И к заповедям Туру это не имеет само по себе никакого отношения. Вот после того, как они вынесут решение логическое, оно уже будет иметь. Да? Вот тогда мы говорим, я не помню, как сейчас будет лоха. А, по-моему, Побед-Шамай в результате лоха выйдет. Но так или иначе, будет какая-то лоха. И тогда они говорят, вот те, кто нарушает эту лоху, он гад и нарушает Туру. Ну, это после того. А сейчас-то у них спор идет активно. Сейчас-то мы как раз, вот она, значит, Туру потворится прямо сейчас. А никак иначе не будет. Так и будет. Умудим, ше им шахат, ше яхфор бадекер вы... Вот, пожалуйста. Вот этот аргумент против себя, Алина. Вымудим, ше им шахат, ше яхфор бадекер вы хапе, ше эфер кера мухангу. Конечно. И оба они согласны, что если он все-таки забил того лося, то пусть забил он уже. Не оставить непокрытой кровь нельзя. А нет у него готовой. Значит, он пусть копает лопаткой и закрывает кровь. Понятно, да, что по победе Иллии он не нарушил никакой заповеди. Иначе все это будет бессмысленно. По победе, с одной стороны, это не запрет доробанан, но, с другой стороны, запрет доробанан, который, допустим, в одном из них существует. Понятно, что это за... Поэтому я говорю, что это запрет доробанан? Ну да, понятно, что это за... Есть еще интересный? Нет, смотри. А он мог бы еще выкрутиться еще одним способом. Он мог бы выкрутиться еще одним способом. Это не главное... И это мы сейчас, кстати, еще... Ровно это все мы будем обсуждать еще. Мы еще не остановились. Это мы еще, значит, начали. Вот. Так, смотри. То есть, получается, они же могли выкрутиться еще одним способом. Он мог сказать... И теперь мы его штрафуем, и лося пусть не ест. И кто сказал, что в таком случае он должен его засыпать? Я не уверен, что он сказал. Если хватит еще проливать, он может засыпать. Кто сказал? Почему? Если я убил его стрелой, например. Он не кошерен, но он не может быть съеден. В любом случае, так или иначе, да, закопать или не закопать, он мог сказать, что и лося все равно не ест. Но похоже на то, что лось съедается в любом случае. Да? Съедается. Отдельный. Отдельный. Это отдельная заповедь. Она не связана с кошерностью собственного лося. Правильно, не связана. Нет, подожди. При чем здесь кошерность лося? Кошерность лося здесь вообще ни при чем. Лось заведомо кошерен. Тем, что можно есть лося или лося? Да, но, да, я сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, что во многих очень случаях, когда люди нарушают постановление мудрецов, мудрецы сами, то, что называется, штафуют их, фонсы. Да? Налагают на них некоторых санкций. За то, что ты там, я не знаю, неправильно убил лося, ты его теперь не ешь. Могли бы сказать вполне. Но здесь для них эта радость праздника настолько важна, что даже Берделель упираться здесь не будет. Он не будет говорить, не ешь лося. Все, лось уже убит. Изначально, может быть, не стоило убивать того лося, если у тебя нет специальных ведра с песком. Да? Как, знаете, пожарные были. Изначально, может, и не стоило. Но если уже убили, то давай, значит, ладно, мы переломим себя, лопатой копнем, закроем кровь и съедим власть. Вот. Теперь, значит, интересно, что они говорят, что Эфер-Михре-Мухану. Эфер-Кира-Мухан. Я так понимаю. Во-первых, об этом будет обсуждение Гемары, как видно из Раши, например. Но предварительно, можно сказать, Эфер-Кира – это то, что это пепел, который остался в печке. Кира – это плита. Этот пепел тоже, в принципе, пригоден для засыпания крови. Нам пока непонятно, какое имеет отношение этот Эфер-Кира к тому, что нам все-таки приходится копать лопатой. Но, похоже, я думаю… Ну, так, не хуже. Это мне… А, я забыл сказать, я в курок не люблю готовиться. Потому что мне тогда неинтересно потом. Но я буду прочитывать. Нет, я буду прочитывать. Я прочитал, я знаю, что там будет дальше. Вот. Но не настолько далеко, поэтому я не знаю, что там будет про это Эфер-Кира. Это там еще через несколько листов. Вот. Мне кажется, что там должно быть нечто вроде того, что, ага, того пепла, который у нас скопился в печке, то есть, вместе с тем маленьким количеством пепла, которое у нас появилось в печь, и который всегда готов на это, он-то уже есть, его недостаточно. Мы можем вместе с этим пеплом подковырнуть немножко лопатой песок и засыпать. Бодиават. То есть, когда уже случилось то, что мы не хотели, чтобы случалось. Речь идет сейчас по мнению Бейтилеля, разумеется. По Бейтилеля все нормально. Мы забили лося, копнули лопатой. Мы даже не думаем про эту плиту. Какая нам разница? Речь идет сейчас про устражающего, Бейтилеля. Здесь он, в смысле, что он находит еще какой-то способ, чтобы заработать большие сестры попали. Тип того. Потому что ракет в пепле, он еще ладен, может как-то быть как-то. И тут мы приходим, тут мы приходим, да, вот я сказал слово Бодиават, страшное слово Бодиават. Тут мы приходим, да, к вот этим вот понятиям. Есть два важных понятия, которые нужно представлять себя хорошо. А здесь у нас они играют просто яркими красками. Знаете, Меликадхилы и Бодиават. Меликадхилы – это то, что можно сделать изначально. Это неприступно вообще, незапрещено, непредупредительно. Это можно делать. Вот, например, Бодиават считает, что Меликадхилы изначально можно копать землю лопатой. Бодиават – это то, что нам разрешается сделать, если мы уже сделали нечто предусудительное. С точки зрения Бедилеля убили лося. Бедилель говорит, нет, мы не должны, если у нас нет ведра с песком, оставьте, пожалуйста, нашего лося в покое, мы праздник забить его не можем. Он говорит, ну все, уже забит лось, что теперь делать? Выбросить? Он говорит, нет, ну тогда копайте. Это называется Бодиават. Окей. Хорошо. Значит, это, собственно, Мишна. Она состоит, да, как мы видим, из трех примерно частей. Первая про яйцо. Так что, просто чтобы себе напомнить в голове, что нам нужно будет думать. Первая про яйцо. То есть, про проблему родившегося неожиданно. Ничего, а это же не только яйца, мало ли. Ну, что может оказаться. Чего-то, что, чего-то съедобного в данном случае, что родилось у нас прямо посреди праздника. Появилось. Ну ладно. И проблема его использования в празднике. Вторая, по ходу дела, видимо, приведенная идея про шиур, сэор, бэ, 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 бэссах, да. Сколько, сколько закваски запрещено в Пэссах. Или, сколько квасного запрещено в Пэссах. Закваски, они как раз согласны. Сколько квасного запрещено в Пэссах. Как оливка, или как пини. И третий, это вот, значит, про забой лося. Ну, кстати, курица, курицу туда же. Может быть, не лось, а вовсе даже курица. Да не как... Аааа, вот это вот, это ровно первый вопрос, который будет сейчас задавать Гемара. Это та же самая курица, или не та же? Никакой проблемы, решительно. Вообще никакой проблемы нет. На следующий день не ешьте на здоровье. Ну, если он сам по себе не праздник, если, например, не два дня рожешь она, или там никакие ничего. Вот. Ну, или не субботу, не дай бог. Вот. Тогда плохо. Тогда таки плохо. Своей спорцией может. Вот. Но, в принципе, нет. На следующий день, конечно, никаких проблем. Вот. Итак, давайте теперь разбирать Гемара. Гемара, естественно, начнет сначала, да, с первого случая про Гемара. Бэмай аскинэн. Чем мы здесь занимаемся? То есть, какой случай у нас имеется в виду? Илейма, бэтэрны голя, таумэдет ля хила, маэта, амайу дэбэйд гэлэль. Значит, есть вопрос, как я уже сказал, это та же самая курица, или не та же самая? Значит, если речь идет о курице, которая изначально предназначена для забоя и съедения, в третьем анекдоте, да? То есть, мы сперва, значит, сперва она нам снесла яйцо, а потом, значит, мы ее должны еще забить и... Вот. Тогда, в чем, в чем обоснование? маатам, это, значит, бэмай аскинон, это тоже, это тоже своего рода. Давайте, давайте разберем эту структуру целиком. Давайте все это предложение разберем целиком. Нет, подождите, ответ, ответ мы тоже сейчас, ответ мы тоже сейчас должны прочесть. Ухлада ифродгу. Он говорит, если мы представляем себе эту курицу, как курицу, которую, в принципе, мы собираемся забить и съесть, то от нее просто отделился кусок яды. Это яйцо. О чем тогда нам говорит бэй-гиле, почему он запрещает-то? Это все, что мы от нее ногу отрезали. Ногу можно есть? Можно, ну, если не от живой, естественно. Забить эту курицу и вытащить, допустим, мы забили ее за минуту до того, как она снесла яйцо. Можно съесть это яйцо? А какие проблемы? А никаких. А никаких. Хорошо. И теперь, вот она снесла яйцо. И что? Это был кусок мяса. И от него делился кусок, ну, скажем, не совсем мяса, неважно. На чем они стоят? О чем они думают? При чем здесь они? Где запрет-то? Разбираем по буквам. Три оператора. БМА и Аскинон. Когда у нас есть некоторый логический случай, некоторый юридический казус, мы должны прежде всего разобраться, ну, не обязательно прежде всего, но особенно в неясных случаях, какой именно случай мы разбираем. На этом нам нужен оператор типа БМА и Аскинон. Какой именно случай имеется в виду? Это две разные курицы. Оказывается, мы-то даже и не знали. Мало ли, курица и курица снесла и все, и ладно. Так у нас, оказывается, у нас все не так устроено. Оказывается, у нас, значит, этот курятник разделен пополам специальной перегородочкой. И здесь написано, я серьезно говорю, почти. Вот. И здесь написано, этих зарежем, а здесь написано, эти не сушки. Да? И для того, чтобы это понять, нам нужен вот этот оператор БМА и Аскинон. После БМА и Аскинон следует оператор Лейма, да? Если скажешь, если скажем. Да? Который выдает нам некоторые предположения, обычно такое предположение, которое в следующем предложении будет отвергнуто. Такое дипотетическое предложение. Представим себе, что это так вот и нет. И вот почему. И последнее, последний оператор МАТАМ, МАТАМАИГУ, МАТАМАИГУ, КАМЫ, да? В чем обоснование слов того или другого? Это всегда применяется к некоторому мнению. А значит, это либо некоторое, то есть, человек должен, мнение должно на чем-то стоять, оно должно чем-то обосновываться. Это может быть либо стих из писания, либо некоторый авторитетный источник другого рода, либо просто человеческая логика, некого заключения. Вот это ответ на МАТАМ. Здесь его не будет, потому что это риторический вопрос. Нету обоснования. Беретелье ни на чем не стоит в таком случае. Теперь главное правило. Если мы выясняем, что мудрец, у мудреца нет обоснования, значит, он этого не говорит. к этому случаю ситуация не применена. Понятно, они же не идиоты там сидят. Беретель говорил то, что он говорил про некоторые конкретные случаи и имел в виду некоторое конкретное обоснование своих слов. он же не просто воздух говорил, если мудрец не прав, это значит, что мы чего-то не будем. Если мудрец очевидно не прав, говорит очевидно бессмысленная вещь. Здесь он сказал очевидно бессмысленную вещь. От куска курицы, в смысле от некого куска мяса отделился другой кусок полезной еды. Что произошло? Ничего не произошло, не было никакого нулада. Следовательно, в этой ситуации ни о чем не стоит и следовательно мы должны переменить нашу исходную довущение. Это не курица, которая на мясо. Это из другой половины курицы. Эла бетернеголи таумэсли гадель бейцим. Да? Тогда значит речь идет про курицу, которая не сот яйца. Маута маута бейт шамай. Ну тогда на чем стоит мнение дома шамая? Мук циит. Да? Это то, что мы объясняли в самом начале. Это мукца это такое сокращенное так сказать упрощенное сокращенное название вещей, которые наоборот не были мукца это выделено. Так вот так обозначаются обычно вещи, которые не выделены для субботнего или праздничного употребления заранее. Это как мы уже понимаем это яйцо не имело возможности быть таким выделенным и следовательно вот и следовательно мы не понимаем почему Бат-Шамая разрешает если это мукца это универсальное правило все что мы используем в праздник должно быть выделено заранее то тогда как куда Бат-Шамая это встраивается где там разрешение понимаете да здесь непонятно где запрет здесь непонятно где разрешение никаких других куриц природных существует дальше дальше ехать некуда либо курица на мясо либо на яйца никаких не бывает значит так нет нет потому что для того чтобы так решить нужно иметь яйцо потому что сделать яичницу надо иметь яйцо но его нету его нету мы не работаем то есть зачем яичницу хотим я вот вот в следующем случае я немедленно собираюсь эту курицу зарезать между прочим но не может не эту соседнюю что значит зачем я поперзок курятник я у меня хозяйство курятник мутятник не знаю лосятник в конце концов я обхожу владения а какие у меня с этим проблем с этим у меня никаких проблем нет более того если я следую если я следую школе Шамая то я понимаю понятно зачем я иду в курятник я ищу там яйца если я иду подрить Шамай у меня нет никакого препятствия реально пойти в курятник за яйцом вот как простите зоар говорит у нее каждый день курица несется охотится устроено вообще по другому и мы это сейчас обсуждать не будем иметь ввиду давай мы а почему собственно где охота все лось уже лось уже пойман он у меня на приезде стоит это домашний лось конечно его зовут Васька я его знаю с детства и вот сейчас вот на вот сейчас буквально там на Симхатру я хочу лосять вот нет ну лось это я так лось у нас не водится вроде это может быть это может быть действительно уже пойманный заранее дикий зверь ну типа олень олень то у нас водится Анька ты чего-то забыла тут по-моему там футляр какой-то тачков нет вот и главное что черт с лосьом это же применимо к любой домашней птице еще раз это все мы будем обсуждать как у нас там целый пэр к этому посвящен но но в принципе в принципе говоря праздник разрешено то что называется охренефиш все что ты собираешься съесть в праздник ты можешь готовить любым способом готовить это значит и забивать тоже у них же холодильника то не было особенно ну или сейчас там где-то в районе второго века нашей эры в холодильнике никаких нет мясо исключительно свежее органическое вот на больном выписе вот опять же другого-то нет поэтому нужно там будут очень очень интересные коллизии по поводу того можно ли забить например целого быка чтобы чтобы съесть от него часть или как вообще вот как что делать если я хочу говядину тупо без всякого лася ну бык-то большой да он как бы его одному и даже семьей не съесть вот поэтому получается непонятно получается то ли это охальнефиш то ли это не охальнефиш то ли это то что ты ешь ты готовишь на сегодня то ли это непонятно что с курицей таких проблем нет курицу я и один могу если напрягусь то за один справлюсь вот так что вопрос вопрос зачем мне пошел курятник академический да 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 ира это вопрос вопрос он будет поставлен потом не надо сейчас сваливать в одну судьбу все проблемы которые у нас есть но будет много опять опять это прекрасный вопрос прекрасный вопрос мне кажется он будет обсуждаться но давайте сперва решим мы же мы можем сейчас обсуждать миллион разных проблем давайте обсуждать и мы обсудим миллион давайте по порядку сперва вот у нас есть чистый случай я вижу как моя курица я точно знаю что этого яйца не было вчера редко редко видишь как курица снесло яйцо но я вообще никогда не видел но 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 ты точно знаешь что у тебя этого яйца не было сейчас оно есть значит взяться ему неоткуда его кто-то снес кто-то снес прямо опять и алло это это тоже прекрасный вопрос возможно опять же он он будет нам будет нам ясен когда ну давайте давайте пока мы войдем мы входим сейчас другой стран и это кстати интересно подчеркнуть автоматическом обсуждении мы обычно будем ходить не со стороны реальности я не пошла и скучная грязная обычно а со стороны мнений сущности литература а литературе реальность у нас будет возникать где-то придачных предложений то ли это курица такая то ли курица сякая но нам идем мы не от курицы идем мы от спор и бей шамая бельгеле понимаете и какая это курица мы решаем на основании того какие мнения высказывают бельгеле бельгеле по этому поводу не то чтобы мы изначально пришли курятник у нас там таблички разрисованы но когда бельгеле ответственно заявляют некоторые вещи мы обязаны их понимать как-то и вот тогда мы уже формируем реальность под них реальность она она пластилиновая по сути дела то магическое реальность кого не существует и курица которая не комната вот ну короче не важно да да все это все это очень зыбко да мы мы же даже сейчас мы не знаем еще это такая курица я ряд осекаем это не конкретная пока какая-то курица это нечто обсуждаемое некоторый чем предложении в некотором смысле вот и вот как чем предложение я побежал значит самец побежала значит сам в этом смысле почти что в этом смысле да Так вот, остается решить, побежала или не побежала. Что написано? Итак, мукцы. Они бросили нам... Мы попали в безвыходное положение. Если курица на мясо, то непонятно мнение Бет-Илеля, которое запрещает. Если курица для яиц, то непонятно мнение Бет-Чамая, которое разрешает. Куда деваться-то нам? Это же не может быть никакая курица. Реальность, конечно, пластична, но не такой же степени. Это же должна быть хоть какая-нибудь курица, это должна быть. Хотя бы литературно. Окей. Нет, непонятно. Нет, непонятно. Нет, непонятно. Нет, непонятно. Только что сказали, что нет, непонятно. Другой курицей реальности. В общем, это понятно. И курица, и курица, и курица не только разница. Именно поэтому мы в реальность заходим совершенно с другого боку. В том-то и дело, мы заходим в реальность того боку, где это не курица, а логическая сущность. А логически они с яйцом одинаковые или нет? Физически я понимаю. Это то, это это. Физически я понимаю. Любому ясно. А вот логически как? Курица яйцом, это кусочек. Между прочим, я дико извиняюсь, но вот тут постоянно какие-то волны, особенно в Штатах, насчет, я дико извиняюсь передам их, насчет аборта. Ребенок это часть женщины или там? Вот, пожалуйста. И сколько бы мне лично не было бы очевидно некоторых вещей, мне, например, очевидна некоторая вещь. Уж в три месяца ребенок это определенное существо. Экбрион это определенное существо. Независимо. Вот. И сколько бы мне это ни было очевидно, споры продолжаются. Причем на юридическом вполне уровне. А последствия очень страшные. То есть ты как бы, да, то есть те, кто противники аборта считают убийцами, опять же, сторонниками убийцами. А ты говоришь, курица. Поэтому то, что нам... Вот это как раз важный урок. Не надо доверять очевидность. Ты очевиден, пареньши очевиден. Но нам-то нужно это квалифицировать, понимаешь? Разложить нужное в нужное место. А то, что очевидно это. Очень стремно. Вот. Умай и кушья. Они говорят, а в чем затруднение? Кушья это трудное затруднение, проблема. Тоже своего рода оператор. Умай и кушья. А в чем затруднение-то? Дильма бе-чамай. Лейт ли у мукцы? А может быть, бе-чамай. У бе-чамай мукцы вообще нет. Как дильма это может быть? Ну, да. Типа, а в чем проблема? Какая, собственно, какая, собственно, у нас проблема? Давайте решим эту проблему не на уровне, не на уровне, не на уровне, какая пулица. А на уровне, что себе думал бе-чамай, когда разрешал? Что он думал? Если он думал про мукцы, у нас нет решения. Значит, давайте... А поскольку... Тут еще этот микрофон. Я очень люблю на доске. Коля, может быть, в следующий раз. Вот. Нам известно, что у нас в... что у нас есть там, в шабате... Нет, нет, есть-то есть. Что у нас там, в шабате, есть несколько мнений по поводу понятия мукцы. И есть и такие мнения, которые не признают этого понятия вообще. с точки зрения жестких сторонников в жесткой линии, там, раби-удар. На всякий случай скажу имя. Он говорит, что если у тебя нету специальной полочки, на которой написано, вот в эту субботу такого-то числа мы используем вещи из этой полочки, то все... И все остальное ты не можешь использовать. Есть раб Шиман, который говорит, да, нам плеваться. Все, что я законным образом могу использовать в субботу, я и буду. Нет никакой мурицы. Так ты и тут. Они говорят, давайте решим это на этом уровне. Кто сказал, что Бейт-Шамай? Бейт-Шамай были раньше, да? Все-таки придется чертать. Ничего не сделаешь. Тричественного выбора нет. Вот. Там, значит, как все примерно происходит? Это я сейчас про налоги рисую, да? Значит, вот примерно нулевой год, да? Вот тут где-то Илели-Шамай, сами лично. Дальше, и в школы, вот где-то примерно в районе разрушения храма, это 70-е годы, это примерно здесь выясняется, что школа Илеля решающая, лидирующая, Бейт-Шамай примерно исчезает со сцены, как влиятельная сила. Там считается, что кто-то больше к ним расположен, но не важно. Дальше уже споры совершенно другие представители как бы наследников школы Илеля спорят между собой по разным другим вопросам. И вот где-то вот здесь вот, где-то вот здесь вот восстание Вархомбы, да? После восстания Вархомбы, вот эти ученики Рабиакима, здесь вот Рабиакима примерно, да, и вот ученики Рабиакимы, это представители господствующих в течение «Приветульцев». Сейчас, в господствующих существующих в течение, собственно, в том «Улическом мысле». спасибо огромное спасибо огромное вот значит вот это мусор которую мы имеем ввиду это то что ты сказал я извиняюсь послушать слышь меня такая просьба экранная чуть-чуть подними его то есть опустила чтобы было видно начало доски нет экран смысле компьютера потому что понимаешь я попробую вот так да ну да спасибо вы вот вы их примерно поколение где-то еще там поколением полутора поколения просто ради ученик и ученик учеников вот это в этом поколении происходит спор о субботе вот я сейчас не помню позицию раби-мира точно но раби-мира занимает самую жесткую позицию мукса и все обещал занимает самую либеральную позицию нет нет и так по многим вопросам стать там дальше еще будет вопрос по моему здесь же надо упоминать еще вопрос о том что можно ли делать работу если ты не намереваешься пользоваться ей как работа там приходится пример ты волочешь за собой кровать через дуло она делает борозду по земле ты не собираешься известно что ты не собираешься ничего себе добираешься делать вопрос разрешено это или нет раби-мируда считают что запрещено и разрешено считают что разрешено это вот главные позиции как бы по раби-мируда весьма устражают читают что все что относится к законам субботы настолько как бы важно что даже ненамеренные вещи ну мало ли я не думал я перед субботы что это я буду кровать вообще использовать например а честный чизбор тащить ну не думал я потом подумал нет раби-мируда будет говорить все что ты не подумал нельзя да знаете надо думать потому что бейчо май и бейчо май по моему будут занимать еще более воды больше подвесить будет занимать заработать мне кажется что это так и видеть надо останавливать часы на субботу Часы. Часы у вас механический дом есть, они работают в субботу. У него точно не было. У него не было, но из этого спора рождается обычный зажигающий субботний свечи. С точки зрения Ген-Шамая, дом должен был долго грузаться в субботу на субботу. Что же они тогда предполагают, что для него не было конъю цены? Мы не знаем, было или нет. Если мы знаем, в принципе, его позицию очень страшно. Окей, значит, все видят это вот все. Я сейчас сяду и не буду тебя видеть. Вопрос. Да. А где вы этой схеме отступили? Еще раньше. Ну, не раньше, а где-то примерно вот здесь и здесь. Они-то просто вымерли здесь. Например, на разрушение кармы они просто вымерли. Да. Или Шамая еще спорят с ними. Да, там есть зафиксированность. Им, да, это хороший вопрос. Это все, так сказать, наследники фарисеев. Они же будут называться потом Ахамид. Ну, название такое. Так, с картинкой понятно. Вопрос. Как же так могло бы быть? Да хрен его знает. Мы же сейчас не знаем, как с Бет Шамая действительно относиться к Мукс. Если бы мы знали, как Бэй-Шамай относится к Муксу, мы бы сейчас предъявили карты на стол. Сказали, а вот же есть в Бэй-Шамай заявление там, в Шаббате. Значит, нету. Значит, не нашли. А может, еще найдут. Так тоже бывает. Мы долго-долго-долго будем вести обсуждение, как будто бы мы не знаем, что они на самом деле в Раду Думы. А потом раз, там карту на стол, и все. И это самое. Дальше уже играть некуда. И дальше будем отыгрывать. Мы будем уже там потом, а мы совсем не это имели в виду, а это там для частного случая, а это там еще чего-нибудь. Но пока мы играем в другую игру совсем. Он говорит, Майк уж я. Дильма бэч, а мая лейтлый у Муксы? Может, нет понятия Муксы вовсе. Окей. Касалка даты. Да, это тоже важный операция. Сейчас мы его проговорим. Касалка даты. Афилу манго шары бэ муксы бнулад аса. Майк уж я перешел на следующую страницу. Касалка даты. Афилу манго шары бэ муксы бэ муксы бэ нолад аса. Малта амайгу дэвэйт шамай. Так. Давайте поймем, что они здесь имеют в виду. Он говорит. Он этораша в данном случае. Афилу манго шары бэ муксы бэ нолад аса. Дэвэйт шамай. Дэвэйт шамай. Дэвэйт шамай. Этот оператор использует... Да, я что-то знаю сейчас так. Да, мне будет не видно. Обычно этот оператор, касалка датах, используется по-другому. Здесь он используется немножко по-другому. Когда мы... Сейчас мы поймем, что он здесь делает, а потом посмотрим в других местах. Он говорит так. Мы... Салка даты, оно буквально пришло на ум. Или даже взошло на ум. Здесь это обозначает, мы твердо полагаем, что. Мы основываемся на следующем предположении. Предположение такое. Даже для того, кто разрешает муксу, запрещает нолад. То, что появившееся. И тогда, какое же тогда обоснование у бэйт шамай. Сейчас объясню, как это работает. Это Раша мне объяснил. Я сейчас перескажу вкратце, как это на самом деле работает. Работает это так. Что такое мукси? Мукси это когда человек говорит, вот это, это и это я буду использовать в субботу. Это, это и это не буду. Вообще он говорит так. Человек по определению, все, что у него в доме есть, считает пригодным для использования в субботу. Ну, кроме запрещенного, понятно. И все. И так он решает проблему с мукси. Но проблему с ноладом он не может так решить. Потому что этого в доме у него еще нет. Он не может как бы, это работа на уровне презумпции как бы, да. Он вот суббота наступает там 6 часов вечера, да. В 5 часов 45 минут человек думает, что все вещи, которые у него в доме есть, там, холодильник, я знаю, еда какая-нибудь готовая, там, одежда, стулья, не знаю. Так, все эти вещи могут быть использованы в субботу, а могут и не быть. Так считает Рапшимов. Но в 5 часов 45 минут у него нет этого яйца, да. Нету тех вещей, которые зарождаются в саму субботу. Поэтому он не может об них подумать так. Никак, никаким образом. Поэтому он говорит, даже те, кто разрешают мукси, запрещают руладу. Только что рожденные в сам день. И тогда, получается, на чем стоит Рапшимов, как они могут разрешить? Ну ладно, да, это очень жесткая, супер-тяжелая штука. Это вещь, которой вовсе не было. Вот только что еще не было. Вот действительно, вот прямо у нас на глазах эта пульса сносит яйцо. Про то, что не у нас на глазах, забудем пока. Вот прямо у нас на глазах. Минут назад его не было, сейчас уже есть. Мы еще минуту назад не могли просто с ней в мозгу ничего сделать. Тут же речь идет о том, что мы делаем с этими вещами внутри мозга. В некотором смысле. Понимаете? Дело же не в том, что Раби Уда раскладывает это дело прям по физическим полочкам, а Раби Шимон, ну не знаю, что делать. Дело в том, что Раби Уда входит в субботу с определенными ментальными, так сказать, настройками. Он говорит, книжки мне понадобятся. Он обходит так, старательно обходит дом Раби Уда и говорит, вот книжки, книжки мне могут понадобиться. Вот там, я не знаю, а вот там вот 50 стульев стоят, ну 50 стульев, ну как мне могут понадобиться. А тут у него приходит 50 гостей, что ему делать? Ничего, говорит Раби Раби Уда, сидите на полу. Потому что ну нет. Сейчас их не могут встать на эти стульев? Сложный вопрос со стульями. Ну почему бы, думаю, что нет. Думаю, что нет. С точки зрения Раби Уды, Раби Шимон говорит, ну вот у меня, я вообще тут сижу дома, вот у меня тут много всяких вещей дома. Я потом решу, наверное, буду использовать какие-то, буду, какие-то нет. Мне кажется, что это запрещено мудрецами, но сто процентов я не уверен. Надо весь в треть шаббат снова куда-нибудь. Да, разумеется. А почему у них тут вообще будет понятие мудреца? Они могли сразу же все понятие, ну ладно. Почему они говорят... Потому что я тебе объясню, почему. Конечно, они, а ровно для того, чтобы... Мне кажется, я думаю, что ровно для того, чтобы породить вот эту разницу во мнениях здесь. Потому что промокция, она явно выражена, а про налад, она вообще никак не проговорит. Шаббат, я не помню там рассуждение про налад. Оно здесь возникает, вот оно, оно здесь прямо. Оно нам не очень нужно. Я вот не помню сейчас. Я не помню. Промокция, там много, большое обсуждение. И это вот, я думаю, что они хотят именно его и привлечь нам сюда. Ведь ты посмотри, какими словами, а посмотри, какими словами они это говорят. Снова. Тут же язык всегда очень важен. Смотри, какими словами они говорят. Они говорят. Мы не знаем, как относится Раби Шимон, Раби Уда или Раби Мейер к понятию нула. Но мы предполагаем, что даже туда же Раби Шимон запретит нула. Понимаешь? Это то, что они здесь говорят прямым текстом. Да, у меня очень странно, что у них нет ни одной, ни пара, ни чего, чего. Ну, может, сейчас что-нибудь нароем, может, нароем сейчас чего. Но пока... Санклассов отдельная большая тема. Так в том-то и дело, что не отдельная. Ты же понимаешь, что она не отдельная. Это под категория мукцария. Потому что, понимаешь, как только... Видишь, конечно, нет. Если... Это где-то здесь у нас имеет значение. Здесь, прямо здесь. А когда эти господа, значит, будут творить... А им-то главное было еще... Мукцария же гораздо более широкая эргоголия, да? Им же важно было добить друг друга по этому вопросу. Поэтому по этому вопросу материала до хрена. А по вопросу о ноладе нету. Не находится пока. Но еще раз. Смотри на текст. Это ровно то, что они говорят. Я решаю. Я сам... У меня априорное такое предположение. Я так думаю. Что нолад еще круче, чем мукцария. Мукца. И даже тот, кто разрешит нам мукца. И это тоже объясняет нам Раши вовсе. Даже они не сами талантно-мудрические моделицы. Вот почему он запретил нолад. Но это же мне не обязаны... Сейчас они выдадут контр-ход. Да. Это то, что называется пинг-фонг. Не совсем еще то, что называется пинг-фонг. Но близко уже к тому. Когда мы начинаем приводить... Приводить не то с этой стороны, то стоит. Да. А этот чего, наверное, ответит. А сейчас... А сейчас... Какое возражение это приведет на то, что мы сейчас сказали. Окей. Значит, мы сказали вот это. Теперь мы еще продолжаем дальше. Амар Рабин Ахман. Не тот Рабин Ахман, понятно, который... Не тот, который из Бреслова, да? А другой. Вот. Вавилонский такой мудрец. Амар Рабин Ахман. Лилуэмба торнеголит, а у меня для гадель бейтсин. Окей. Делаем шаг назад. Нет. Делаем... Мы все продолжаем. Продолжаем ту же линию. Значит, про торнеголит, которая... Про курицу, которая на мясо, мы с самого начала поняли, что она не годится нам. Тут запретить уже никто не может. Да? Опять же, возьмем эту же курицу минуту назад. Ничем не отличается. Вот. Мы все время будем шпарить по курице, которая у нас на сушку. На яйца. Простоя, элегантная, так сказать, универсальная отмычка. Все они не правы. Вот. Значит. И у того, кто... Тот, кто... У кого есть понятие мукца, есть понятие нулад. А у кого нет понятия мукца, нет понятия нулад. Они вот так связаны. Да, шо мукца, шо нулад. Одно и то же. И тогда получается, что как только мы припишем Дрик Шамару, Дмине Раби Шимана, по отсутствию мукца, мы тут же влезем в отсутствие нулада. И теперь нам все понятно. Бейд и Лейли идет по жесткой линии. У него есть мукца. Но Бейд и Лейли идет по мявкой линии. У него нет мукца и нет. Но поэтому Бейд и Лейли запрещают. Бейд и Лейли разрешают. Казалось бы. В Бейд и Лейли идет по тому мнению, который впоследствии будет придерживаться Раби Шиман. Бейд и Лейли идет, понятно, что Бейд и Лейли предшествует Раби Шиману лет на 100-150. А Бейд и Лейли идет по тому мнению, по которому, наоборот, потом пойдет Раби Юда. У меня ма равна фан-гахе. Окей. Теперь заходим с другой стороны. У нас появляется новый игрок. А почему они, значит, талмудические тексты, талмудические мудрецы очень привязаны к цитированию людей под их собственными именами? Умер, давар, бешам, умро. Починем. А прицепиться легче. Да? Если это мнение чье-то абстрактное, неизвестно чье, ну, что я с этим буду делать? Ну, чье-то мнение. А если это мнение Рабнахмана? У меня же есть еще где-то там библиотека целая, значит, этих мнений Рабнахмана. Я начинаю листать, смотри. Вот так, там, говорил, вот так. А это вроде бы не так совсем. А как-то по-другому? Сейчас будем работать. Умяма равна фан-гахе. А как же мог Рабнахман такое сказать? А вот же учили мы. А, тут даже мы еще с другого места зайдем. А нет, нет, с этого, с этого. Все правильно. А учили мы в какой-то мишне. В такой же мишне мы это учили. В шаббат мы это учили. Вечамай умрим. Макбирин. Мяля шульхан. Ацамот векрит. Убедили, умрим. Мясалек это табла. Акула. Уменаара. Окей. Значит, речь идет об уборке, об уборке со стола в субботу. Насколько я понимаю. С точки зрения бед-шамай нужно выбрать оттуда, как бы со стола взять кости и всякие шкурки. Ну, вся бы дрянь очистка. Ну, это может быть ореховая, скорлупа, например, или еще какое-то яичное. Вот. А с точки зрения бед-шамай мы просто берем столешницу. Там у них стол был устроен как съемная столешница на такой раме. Можно было... Еду обычно приносили прямо на столе. То есть, как бы ее там расставить. Ну, как такой поднос. Вот мы эту столешницу берем и встряхиваем. И все, что не нужно, оно как-то куда-то там по-моему и полетело. Что? Что? Посуду. Нет, посуду. Мы ее уже убрали, я думаю. Зачем же посуду встряхивать? Да, потому что получается, что сам стол, сама столешница, она при любом раскладе не мукса. Мы с самого начала знали, что мы ее будем использовать. Посуда не мукса, потому что мы ее с самого начала знали, что будем использовать. Ну и что, у него же не было? Он в каком-то смысле, ну, лад даже. Вот, Сергей Могилеведович, не только то, что мы заранее там предназначали, и что, и что, в целом, это такой другой тип мукса, это то, что, в принципе, нам шаббат не нужен. Потому что шаббат не нужен, а то и нечем ему... Нет, вот именно. Это не совсем другой тип мукса. Это тот же самый тип мукса. Это вещь, которая нам никак не могла бы пригодиться для использования шаббата. Вот это курс, например. И поэтому за 15 минут до шаббата мы никак не могли считать, что она нам будет нужна. Как на другой словах, это основание. Да, 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 да. Вот этот весь мусор, он... Да, но взяли-то мы столешницу. Да, но взяли-то столешницу. Мусор, обложки там, не знаю, от чего там. В нашем случае пластиковые обложки от чипсов, например. Нет, не, 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 не. Переместись, понимаешь, там отдельные... Про перемещение, я знаю, я знаю, о чем причина. В перемещении есть отдельный большой блок заповедей запретов. Они имеют значение не... Мукса это то, что творится внутри дома. Перемещение обычно имеет в виду то, что творится за пределами дома. Да, в доме, в принципе, законами Торы не запрещено двигать ничего. Я уже с самого начала говорил. Мукса это не закон Торы. Не может быть этим законом. Это порождение некоторого спора вот здесь вот. Да, о том, как хорошо бы было, чтобы в субботу было. Ни на чем. Ни на чем. Ни на чем. Вообще все законы субботы Торы не основываются почти ни на чем. Ой, ну, вот они основываются на том, что суббота это такое особенное время, когда... Или что суббота это время, когда, наоборот, мы не должны это заморачивать. Ну, с точки зрения Рабшимана, лучше бы не заморачиваться. С точки зрения Рабьуды, лучше быть повнимательнее. Конечно, конечно. Теперь вопрос бы, да и каких Рабанатов? В этом, в этом сейчас сейчас, да. Понимаешь? Потому что сейчас мы... Есть еще мукса, тип мукса, которая запрещена. Нет, это... Есть еще мукса Махамат Меус. Конечно, мы ее можем включать вонарушен шабак. Это вот как телефон забивать мюз. А есть еще мукса Махамат Меус, которая просто гадкая. Ну, вот как мукса. Я не думаю, что мукса, ранее, я имею в виду, как мукса Махамат Меус. Нам нужно, да? Да, нам... Конечно, конечно. Конечно, конечно. Мы сейчас везде, с самого начала, с того момента, как мы сказали про это зародившееся праздник яйцо, мы всю дорогу будем говорить сейчас о постановлениях мангрицов. Мы очень-очень редко будем заруливать на законы твороса с вами в сыне. Понятно и понятно почему. Почему? Потому что, в туре об этом сказано, строк, говоря, не очень много. Ну, то, что, действительно, вот то, что говорили... Почему на ровном месте? У меня совсем не на ровном месте. Сейчас мы, кстати, дойдем до этого. Это будет буквально на следующей странице будет рассказываться, о чем это. Сегодня мы уже не дойдем, а в следующий раз думаю, что да. Но я предварю и скажу. Нет, это, конечно, не на ровном месте. Это на том месте, где в туре есть две вещи. Есть некоторая установка для шабата. Ничего-ничего не делаете. Никакой работы там не делаете. Это установка для шабата. Есть установка для праздника. Для дня праздника. Да, и можно делать эту еду. Это важно. Теперь. Дальше получается что? Дальше получается, что либо человек... Один человек будет говорить... Ну, собственно, как я уже говорил. Один человек говорит, вот это самое главное в празднике и есть. Мы как бы должны очень внимательно относиться именно к тому, чтобы поесть в праздник. И поэтому мы ради этого можем принять кое-чем. А другой человек будет говорить наоборот. Мы разрешили в праздник готовить еду. Это правда. Мы, собственно, то. Но если мы будем к этому невнимательно относиться, то мы начнем уже к этому относиться уж совсем невнимательно. И тогда, глядишь, там потом уже и вещи таскать станем, и мало ли чего дойдет. Для чего. Это беды ли. Поэтому... А праздник вообще менее строгий, наказание там менее строгое, нарушение суббок смерти, нарушение праздника Максом Плейц, суббок смерти, административно, короче, ограждать это, то есть как бы относиться строже к празднику, вот на следующей, по-моему, странице они будут говорить о том, что к празднику можно относиться даже еще строже, чем к субботе. Именно потому, что ТОР разрешает больше. Вот. Так что это не совсем все из пальца высосано. Как, как? А, ну, эй, ну, эй, ну, эй, ну, эл, бэча, май, коробью, да. Убедили эль, коробчимон. А, слушай, я тоже сейчас, теперь я тоже не понимаю. Давай, давай посмотрим, а давай, раш, посмотрим, ничего проблемного. А, шин, врачи, давай мы пойдем лучше на субботу субботу. Ну, давай. Ну, давай. В какую логику? Про окурки? Да. Да, конечно. Иначе мы не решить, я подчеркиваю, иначе мы решить проблему вообще не можем. Да, понятно. Потом у нас говорится, что Азвер один отход так считал, да, вот обнан, и дальше приводилась эта штука с мусором. Я не понимаю, почему она так субботу с одной из штука. А, Толь, пока не понимаю. Сейчас заберем. Я, главное, не понимаю, почему он это говорит. Что Бэр-Шамай как раз говорит, что можно взять руками этот мусор и убрать. То есть это получается как кончено. Да, да. А Бэр-Хилель получается как абьюда, а они еще говорят, что мы в монахе. Да, странно, действительно. А, 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 а. Теперь смотри, смотри, смотри внимательно. Смотри внимательно. Да, 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 да. Еще раз. Давайте еще раз. Учили в Мишне. Я начинаю со слов Ватнам. Учили в Мишне. Бэр-Шамай говорит, поднимают, ну как бы, снимают со стола кости и скорлупу, а Бэр-Шамай говорит, берут верхнюю столешницу и встряхивают. Эр-Авнахум говорит, мы, у нас есть традиция, что Бэр-Шамай, что традиция здесь в скобках, здесь ее нет, я сам сейчас придумал, что Бэр-Шамай идет как раб Иуда, а Бэр-Шамай идет как раб Ишим. Что имеется в виду? Читаем Рашу. Читаем Рашу. Да, а нам-то нужно наоборот. Нам критически нужно наоборот, нам отчаянно просто нужно наоборот. А тут сам Равнахман, сам лично Равнахман говорит наоборот. А нам нужно даже не просто наоборот, а нам нужно совсем-совсем наоборот. Да, потому что вот в предыдущем анекдоте он сказал, он же в предыдущем анекдоте сам Равнахман сказал, Там он объясняет эту нашу меньшину. Вот эту нашу личную меньшину. Это продолжение слов Раббинахман? Нет, по всей видимости это продолжение слов Раббинахман. Раббинахман. Иначе понять трудно. Об этом они и говорят. А что он имеет в виду ниже? Давайте посмотрим. А не имеет в виду лучше. Пишет Раша. Башитат нешна зу. Лиши мухлефет шитата. Элакак шаматер мировутын. Дведь шамай карабюда. Умихамры убедилель карабиши ма. Раббиши. Раббинахман, как иногда бывает, они не увлекаются этим. Это не бывает очень-очень часто. Но это бывает. И не так уж редко. Говори. Мишна здесь неправильная. Ну, мишна надо брать. Нет, а мишна... Тнам обычно вводят мишну. Вроде бы мишна. Мишна. Эта мишна неправильная. Она должна быть ровно наоборот. Мухлефет ашита. Мнение перевернуты. То есть там, где стоял бед елея, грубо говоря, надо написать бед шамай наоборот. Раббинахман так утверждает. Раббинахман так утверждает, что у него есть стойкая традиция ано, эйну, ано и так далее. Мы, у нас есть вот так. У нас это значит, что у меня есть традиция. Мои учителя учили меня так. То есть, что для шамая есть понятия? Да. Что бед шамая идет как раби юда, а раби шиман. А это, наоборот, чем у нас. И как же он может так говорить? Один и тот же равнахман. Если бы мы привели просто эту мешну, она бы нам ничем не противоречила. Но когда вступил равнахман, сказал, что мешна неправильная, все нужно поменять наоборот. То тут же он стал противоречить ровно сам себе. И ответ на это такой. Я думаю, что ближе к этому мы, более-менее, закончим на сегодня. Амалых и равнахман. Дальше идет то, что можно назвать воображаемый диалог. Реконструкция диалога. Понятно, что равнахман уже ничего не скажет. Он помер давно. И к моменту редактирования Гемара он тоже уже понял. Поэтому его не спросят, что он на это скажет. А редактор Гемара реконструирует, что он мог бы на это сказать. Называется Амалыха равнахман. Скажет тебе равнахман вот что. По этому поводу. Габей шаббат. Десатам ла антана карабишимон. В Вьетнам. Мехатхим это дуим льхне абимавэ это навела льхне акладин. Муким ла бей пилей. Карабишимон. Сейчас переведем. А равнахман тебе скажет так. Он сейчас довольно сложную будет выдавать нам конструкцию. Что касается субботы. Там. Там ла это вот как. Это когда некое мнение приводится без указания имени. Стам это безымянная мишна. Без анонимная. Она по определению. По принципу толманнического анализа она весит больше чем по имену. Да. Если. Ну это довольно понятно. Поименованное. Поименованное мнение это чье-то личное мнение. А Стам это как бы общее. Мнение редактора. Мнение над. Кого-то кто стоит над спорами. Да. Итак. Анонимная мишна весомее. Весомее поименованное. Теперь. И вот у нас есть такая анонимная мишна. Которая идет по мнению Рабишимона. Другая мишна в шабах. Которая такая. Можно разрезать тыкву перед скотиной. И падаль перед собаками. Ну как. Вот у тебя есть тыква. И вот у тебя есть там я не знаю. Духлая лошадь. Тебе очень хочется покормить скотину. Вопрос. Можно ли разрезать эту тыкву, чтобы скотине было удобнее ее есть. Конечно. В субботу. В субботу. В субботу. В субботу. С самого начала было понятно, что эту тыкву использовать не будешь. И уж тем более 2,5 лошадь. Вот. Но ответ можно разрезать для собак и для скотин. Это в явном виде мнение Рабишимона. Который говорит нету мукцы. А то, что она выражена анонимно в Мишне, придает ему больше вес. Да. Теперь Раб Нахман говорит так. В субботу там такие дела. Рабишимон. Там общее, как бы общее мнение. Вот это стам. Мнение анонимной Мишны идет по мнению Рабишимона. И там Бедгилель встает, как Рабишимон. Бедгилель – это у нас главные люди. Да, понимаете? Из той картинки, которую я нарисовал, становится понятно, что непосредственное отношение ко всем этим мудрецам имеет именно Бедгилель. Рабишимон умерли давно к этому времени. Нету никаких мудрецов, которые признавались бы честно, что они принадлежат в школе Шамара. Они забаллотированы. Будет дальше. И поэтому здесь, где у нас речь идет о субботе, то, что анонимная Мишна следует мнению Рабишимона, автоматом дает нам мнение Бедгилель по Рабишимону. Понимаете, почему? Ну, то есть не автоматом, но полуавтоматом, скажем так. Было логично представить себе вот так. Автомат забыть автоматом. Логично представить себе, что, коль скоро анонимная Мишна закрывается нам по мнению Рабишимона, то Бедгилель, отец этой школы, отцы этой школы будут тоже идти по Рабишимону. Такова Лурика Рабишимона. Ну, реконструированная Лурика Рабишимона. Там у вас уже нет страничек, мы с этого начнем в следующий раз. Но здесь, в законах праздника, где Мишна закрыта, вот эта вот Сатам, анонимная Мишна следует мнению Раби Йуды. Потому что есть такая Мишна дальше у нас в нашем трактате, что не отрубают щепки от больших бревен, и даже не от сломанного бревна, не от бревна, которое сломалось в ёмкость. Правильно, правильно. Там же та же самая история. Вот у нас есть бревно, мы думали, что мы его будем использовать как бревно. Ну, если и будет. Оно сломалось. Мы его не можем использовать как бревно. Мы решили, давайте-ка его на дрова порубим. Анонимная Мишна говорит, нет, нельзя на дрова порубать. И это мнение Раби Йуды. Правильно? Да? Потому что мы же её не для такого употребления предполагали, а цена будет быть для другого, если какого. Да? Это мнение Раби Йуды. И тут как бы обязанно, логично было бы, чтобы они следовали мнению Раби Йуды. Получается, что в субботу они встретили мнение Раби Йуды, а Раби Йуды. Совершенно верно. На это они нам сейчас заметят. И с этого мы начнем следующий раз. Да? Я думаю, что здесь логично сейчас остановиться. Чуть-чуть переварить то, что мы откусили. В следующий раз прийти с трактатами. Это важно. Да? И без обоздания это тоже не значит. Вот. И мы с этого места начнем повторить ещё раз всю эту бодягу с Раби Йуды. Она непростая. Я сразу сказал, что просто не будет. Вот, да? Она непростая. Надо немножко напрячься и проскочить. И дальше у нас будет совершеннейшая, мне кажется, будет катарсис. Я очень надеюсь, что будет. Ну, может, и не будет. Можно посмотреть. Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Прости. Стой. Все в Тане. Мне там не об этом очень известно. На, там, мы можем отключаться. А он, по-моему, уже и отключил. Так. Спасибо.